Всего 20 минут с момента открытия участка одной избирательной урны уже скрылась под бланками. Голосование на участке, расположенном в шестой городской школе, как и на всех других по стране, стартовало в 8 утра. Впереди еще два дня голосования, но уже сейчас избиратели на выборы идут активно. Народ пошел, в связи с днем пятницы, я так понимаю, что многие люди будут уезжать за город в пятницу на выходные дни, поэтому мы готовы принять поток. На входе получают каждую ручку, получают перчатки, маску и замеряется температура. Выбираем вместе. Голосование различного уровня проходит во всех регионах России. В эти дни пройдут более 4000 избирательных кампаний. Россияне выбирают депутатов Госдумы 8-го созыва, представителей 39 региональных и местных парламентов и глав 9-ти субъектов. В Самарской области проходят две крупные кампании. Выборы депутатов в Государственную и Губернскую думы, а также голосование в ряде муниципалитетов. В 8 утра свои двери открыли 1804 участка на территории Самарской области. Более 1100 из них оборудованы системой видеонаблюдения, все остальные будут оборудованы системой видеорегистрации. 338 помещений для голосования оборудованы КАИБами. Там голосование будет проходить тоже все три дня. Все три дня бюллетени хранятся именно в КАИБ в опечатанном виде. И уже 19-го числа по окончании голосования КАИБ будет выдавать в автоматическом режиме протокол. Голосовать можно по месту регистрации. При себе нужно иметь паспорт. Своим правом голоса в этом году смогут воспользоваться почти 2,5 миллиона жителей Самарской области. Потому что я живу в России, наверное, и заинтересована в том, чтобы у нас было хорошо. Поэтому я и прибежала. Уезжаю на природу с друзьями и пришел утром перед спортзалом, вот видите, даже с сумкой. Пришло время, надо выбирать. По уважительным причинам можно выбирать и на дому. Для получения такого права необходимо лично или через доверенных лиц обратиться, в том числе устно, в территориальную или участковую избирательные комиссии по месту регистрации до 19 сентября. Найти свой избирательный участок можно на сайте ЦИК России. Гульфья Сафина, Григорий Плешаков. События.